Здравствуйте! Сегодня 15 июля. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от банкир.ру. Утренние торги в понедельник евро-доллар провел в узком боковом диапазоне. Слухи о том, что Народный банк Китая продолжает диверсифицировать свои резервы в пользу единой европейской валюты, позволили быкам выбраться из диапазона и возобновить подъем пары. Дополнительным драйвером подъема валюты стал рост европейского рынка акций, а также выход в плюс акций проблемного португальского банка Banco Espirito Santo. На этом позитивном для евро фоне курс пары преодолел максимальный уровень пятницы и сформировал вершину подъема на ценовом уровне 1.3640. Однако здесь движение было остановлено. Негативные данные из еврозоны, продемонстрировавшие снижение объемов промышленного производства в регионе на 1,1% против ожидаемого роста, вызвали фиксацию прибыли и закрытие части сделок на покупку единой валюты. Кроме того, вчерашнее выступление Драги, на котором он не сказал ничего нового, но подтвердил, что рост евро крайне нежелателен, а также статья авторитетного журналиста Джона Хильзенратта, приближенного к ФРС о том, что некоторые представители ФОМС начинают обсуждать идею более скорого перехода в режим ужесточения, усилили давление на евро и укрепили доллар. Курс пары при этом откатился от достигнутой вершины и зафиксировал дневной минимум на отметке 1.3608, вблизи которого евро-доллар и завершил торговую сессию. В нашем прогнозе на вторник предполагаем продолжение снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.3604, 1.3585, 1.3550. Если медведям по евро не удастся продавить пару ниже этого последнего уровня и продолжить дальнейшее снижение, ожидаем разворот и подъем курса единой валюты на восходящее движение в направлении ключевых уровней сопротивления 1.36 и 1.37, а далее к верхней границе диапазона коррекции ценовому уровню 1.3715. На вчерашних торгах британский фунт резко сдал позиции, устремившись к нижней границе диапазона, в котором валюта вот уже две недели формирует боковую коррекцию. Учитывая серию неудачных попыток пробиться выше предыдущего локального максимума 1.7180, а также потерю опоры в районе ключевого уровня поддержки 1.71, риски начала полномасштабной нисходящей коррекции пары к настоящему времени значительно выросли. К тому же экономические отчеты из Великобритании продолжают преподносить неприятные сюрпризы, не достигая предыдущих значений и не оправдывая прогнозов аналитиков. В результате фунт теряет свою привлекательность и перспективы роста, а игроки начинают фиксировать прибыли и закрывать сделки на покупку британской валюты. На этом фоне курс пары на вчерашних торгах продолжил снижение и достиг двухнедельного минимума, зафиксировав дневной минимум на отметке 1.7070. Здесь же вблизи этого уровня курс пары и завершил торговую сессию понедельника. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем возобновление снижения курса британской валюты к нижней границе диапазона коррекции ценовому уровню 1.7050. Если этот уровень будет пробит, снижение продолжится к следующим целям 1.7026 и 1.70 ровно. Если же пробой не состоится, фунт доллар развернется на восходящее движение к верхней границе диапазона 1.7140. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что никто не может обыграть рынок и мы зря тратим свое время. Это не настоящая работа. Мы должны отказаться от нашего хобби, говорят они. Но если бы они только знали, что мы мастера риска, суть предпринимательского духа, ликвидность экономики. Мы всегда добиваемся своего, зарабатываем своим умом, приспосабливаемся к постоянно меняющимся джунглям финансового рынка. Мы торгуем валютой, которой вы расплачиваетесь в магазинах. Мы торгуем компаниями, в которых вы работаете каждый день. Мы торгуем золотом, которое блестит на ваших часах. В то время, как вы боитесь неудач, мы учимся на наших ошибках. Мы не боимся потерь. Мы не боимся говорить о наших потерях. Мы встаем на ноги после наших потерь. В эти моменты мы становимся сильнее. Дисциплина и самоконтроль наши партнеры. Мы те, кем вы всегда хотели стать. И мы выходим из тени. Мы трейдеры. В экономической статистике вторника Резервный банк Австралии представит протокол последнего совещания по вопросам кредитно-денежной политики. Банк Японии опубликует решение по основной процентной ставке, комментарий по кредитно-денежной политике и целевой объем денежной базы банка на 2014 год. Изменения ставки не ожидаются. Норматив будет сохранен на прежнем уровне менее 0,1%. В Великобритании выйдут индексы потребительских и розничных цен за июнь, индексы закупочных и отпускных цен производителей, а также майский индекс цен на жилье. Центр экономических, Европейский центр экономических исследований, Институт ЗЭВ, опубликует июльские индексы настроений в деловой среде и текущей ситуации в Германии. Также аналогичные показатели в целом по еврозоне. А в статистике из США будут опубликованы объемы розничной торговли за июнь, производственный индекс Empire Manufacturing, индексы экспортных и импортных цен, а также индексы еженедельных продаж «Красная книга». Сегодня же состоится выступление главы Банка Японии Харухико Курода, главы Банка Англии Марка Карни и председателя Совета управляющих ФРС США Джанет Йеллен. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.